В Сарапуле с рабочим визитом побывал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов. Он посетил ряд предприятий города, являющихся резидентами ТОСЭР Сарапул. О ходе визита и вкладе резидентов в экономику республики и города расскажем в нашем сюжете. Один из резидентов ТОСЭР Сарапул предприятие Рострак занимается сборкой тракторов. Статус резидента Рострак получил в 2019 году. Запустилось же предприятие в прошлом году. Сегодня в компании работает 110 человек. Сейчас ведется строительство первого корпуса завода по выпуску этих красавцев. Первые образцы УАН РТ уже работают на полях Краснодарского края, Республики Башкортостан, Кировской области и Пермского края. На сегодняшний день это собрано и продано, поставлено заказчикам порядка 15 единиц. Различные модификации. Это 60 лошадиных сил, 90, 130. В планах до конца года еще порядка 40 единиц. Преимущества наших тракторов заключаются в том, что стоит импортный двигатель английский Perkins, коробка передачи Fiat, трансмиссия, передние балочные мосты, это идут Италия, Carrera. А также у нас в наших преимуществах это эргономичный капот, современный дизайн трактора, гарантия 2 года либо 2000 моточасов. Комфортабельные для водителей, оборудованные кабины с кондиционером, мощные и надежные. Это универсальные машины, которым можно найти самое широкое применение на разных рынках и в разных отраслях. Да и дизайн тракторов радует. Здесь прям все срослось. Надеюсь, они такие же, как красивые, такие же и проходимые, и такие же производительные. Очень классно выглядят. Слушайте, мечта тракториста. Следующий резидент, которого посетил Константин Сунцов в рамках рабочего визита – компания «Вакуум Маш Электро». Занимается выпуском датчиков температуры и давления. Продукция компания – это серьезный конкурент на рынке датчиков, использующихся в нефтегазовой и химической отрасли. Ведь немалая часть рынка занята зарубежными производителями. Открытие же отечественного производства позволяет снизить долю импорта. Отрадно, что это уникальное высокотехнологичное производство действует на территории Сарапула. И для этого высокоточного оборудования важно качество каждой детали. Оператор станков с ЧПУ Павел Смету вытачивает 80 штуцеров. Они идут на температурные датчики, а эти температурные датчики ставятся на термические станки для измерения температуры. Это как составная часть. Следующая точка визита – предприятие Сарапульский электромеханический завод. Деятельность этого резидента ТОССР Сарапул способствует не только развитию экономики города и республики в целом, но и развитию инфраструктуры Сарапула. На средства фонда развития ОМОНа городов была отремонтирована дорога, ведущая к предприятию. Теперь не только сотрудники завода, но и сарапульцы могут пользоваться обновленной двухполосной автомобильной дорогой протяженностью 710 метров, которую ввели в эксплуатацию этим летом. В день визита на территории Сарапульского электромеханического завода главой города и сопредседателем Удмуртского республиканского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве. Администрация города Сарапула. Соглашение у нас нацелено в первую очередь на улучшение инвестиционного налогового климата, ну и улучшение действия между бизнесами и властью, над чем мы в последнее время работаем постоянно и регулярно. Сарапу является лидером республики по количеству резидентов ТОСЭР. Сегодня их 29. И открытие производства на территории города достаточно перспективно, в том числе и благодаря поддержке резидентов за счет налоговых и иных преференций. Кому-то мы выдали участок без торгов под реализацию инвест-проекта, кому-то мы совместно с администрацией провели инфраструктуру, с администрацией, с республикой и с федеральными властями. Как правило мы видим, что мы сейчас сюда приехали по новой свежей дороге. Если бы не было здесь этого предприятия, дороги бы это не было, потому что инфраструктуру для данного предпринимателя провели мы по сути дела. Мы кому-то предоставляем и отрабатываем заявки по займам федеральным. Так, например, я от предприятия у нас получила займы под 1% годовых. Это действительно особенно на старте, когда предприятия только открываются, а здесь в резидентах ТОСЭР только новые предприятия. Это хорошее подспорье. По итогам 2020 года доля инвестиций резидентов ТОСЭР в экономику Сарапуа составила 12% в общем объеме инвестиций. В первом же квартале 2021 года она выросла уже до 39%. Помимо построенной и введенной в эксплуатацию в этом году дороги к Сарабовскому электромеханическому заводу, уже сейчас к другому резиденту мы тянем водопровод. Уже заключили контракт на строительство дороги. Он будет в течение двух лет реализован. Поэтому работа кипит. Масса других направлений проведения газопроводов к инвестиционным площадкам, которые находятся в другой части города. Все это позволяет уверенно смотреть в будущее. И тот скепсис, который был несколько лет назад, может быть, у отдельных людей в отношении ТОСЭР, сегодня с ТОСЭР возвращается в виде налоговых отчислений новых рабочих мест. Комиссией при правительстве Удмуртской республики одобрена заявка еще одного резидента ТОСЭР Сарапу – компании «Вальдберрис». Предполагается строительство логистического центра на территории города. Сегодня в проработке у нас и у инвесторов проработки проектно-сметной документации как раз на инфраструктуру коммуникации. После того, как они, собственно, посчитают проект на коммуникации, а там достаточно большие коммуникации, потому что это огромный проект, мы будем заключать соглашение как раз по 17.04 с точки зрения того, чтобы мы будем им строить эти коммуникации. В администрации глава Сарапула провел очередное оперативное совещание с руководителями служб и ведомств города. О главных темах, обсуждаемых на еженедельной оперативке, расскажем в нашем сюжете. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Сарапуле по-прежнему остается крайне напряженной. И количество заболевших не снижается. Врачи ковидного центра работают на износ. Об этом на городском оперативном совещании доложил главный врач Сарапульской городской больницы. Мы в течение недели держимся 148-165 пациентов. То есть сотрудники работают, но, если честно, с большой нагрузкой, тем более жара, работа в этих средствах спецзащиты. Количество поступающих больных не снижается. На облаторном лечении вот и сегодня 320 пациентов. В связи с этим вакцинация против COVID-19 в условиях пандемии имеет особое значение. На этом фоне, в общем-то, мне непонятно, вот эта вот компания антипрививочная и вялость людей, которые считают себя образованными и под любым предлогом пытаются, ну, по меньшей мере, затянуть это удовольствие. Мы нарастили темпы вакцинации сейчас где-то, ну, вот с той недели около 400 делаем. В этот раз, ну, я считаю, для нас успешный был выход в магнит по 75 вакцинировать. Напоминаем, что в Сарапуле провакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике номер 3 и в поликлинике Южная. Также одной из главных тем оперативки стало благоустройство города. А именно глава Сарапула указал на ряд фактов ненадлежащего содержания территории. Один из примеров – улица Ленина. А это уже улица Комсомольская. У канала, стык, лежат две плиты. Но это не просто плиты, это опоры теплосетей. Все продемонстрированные нарушения глава Сарапула поручил устранить. В Сарапуле воплощаются в жизнь проекты местных инициатив. Так, участие жителей города в проекте «Инициативное бюджетирование-2021» позволило за счет средств регионального бюджета благоустроить улицы Комсомольская и 2-я Лесная. Мы на улице Комсомольская. Сегодня на дороге здесь выложен щебень. А раньше дорога не имела твердого покрытия, из-за чего для местных жителей остро стояла проблема передвижения по улице в межсезонную распутицу и после сильных дождей. Решением проблемы стало участие жителей в республиканской программе «Наша инициатива». Я живу здесь уже почти 57 лет. И за 57 лет наша улица никак не благоустраивалась. Только своими возможностями. То есть, кто что мог, тот сюда и вез. И когда два года назад нам предложили это совместное бюджетирование, мы, конечно, были все за всей улицей. Никто против не был. Видите, у нас улица небольшая, где-то 8 или 9 домов. Мы здесь согласованно живем. Активных жителей поддержала республика. И теперь здесь защебнили 200 метров дорожного полотна. На обновление дороги потрачено порядка 600 тысяч рублей. Из них 440 выделено из бюджета республики. Часть оплачена из местного бюджета. Часть расходов легла на плечи самих жителей. Часть денег – это помощь спонсоров. Значит, вот такую красивую дорожку сделали. Раньше очень трудно было тут проехать. Машина вообще не смогла проехать. А теперь все замечательно, все хорошо. А это еще одни инициативные жители. В этот раз уже поселок Дубровка-2. Здесь в конце июля защебенили участок дороги по улице Лесная-2. Народ здесь живет уже кто-то более 15-20 лет. И, соответственно, им надо было это. Я сама здесь живу полтора года. И тоже я как приехала, поняла, что по этой дороге ездить невозможно. И решила, что нужно что-то делать. Мы прогуливались с соседкой и на соседней улице у них увидели, что у них защебнено. Уточнили у них, спросили. Они нам рассказали про эту программу инициативного бюджетирования. И мы решили, что мы тоже пойдем по этой программе. Каков же результат участия в республиканской программе? Теперь даже в самую плохую и дождливую погоду люди смогут спокойно ездить по дороге. Кстати, на покрытие таких обновленных дорог действует гарантия. А это аргумент тогда, когда возникают сомнения насчет того, что после окончания зимне-весеннего сезона на дороге образуются колеи. Гарантийный срок на покрытие автомобильных дорог в данном случае составляет два года. В течение этого периода подрядчик обязан устранить любые дефекты дорожного покрытия, которые возникнут в процессе эксплуатации. Программа инициативного бюджетирования в Сарапуле реализуется не первый год. В этом проекте достаточно большая конкуренция. Это приличное количество горожан желают объединяться в товарищеское общественное самоуправление, либо от МКД заявляться и благоустраивать свою территорию, либо прилегающую. И этот год для нас не исключение. Из всех победивших проектов этого года у нас только три участка дорог под чебенение. Остальные проекты направлены на благоустройство неких таких, скажем, общественных пространств, спортивные площадки, детские площадки. Поэтому первая ласточка реализована. По оставшимся шести проектам инициативного бюджетирования уже проведены торги. Проекты находятся в процессе реализации. В России продолжает свирепствовать коронавирус. Ситуация с заболеваемостью остается сложной. В нашем следующем сюжете люди, переболевшие COVID-19, расскажут свои истории. Также мы поведаем о ходе вакцинации от этого страшного заболевания в Сарапуле. Пандемия коронавируса – это теперь наша реальность. В стране в целом, да и в нашем городе, на Каме в частности, продолжает свирепствовать этот вирус. Пожалуй, уже каждый из нас столкнулся с COVID-19. У многих переболели близкие, многие столкнулись с короной сами, перенеся заболевания, в том числе и в тяжелой форме. Высокая температура, очень сильная слабость, сильнейшие головные боли. Появился кашель. Так продолжалось, ну, больше, наверное, 10 дней. Тяжелое состояние. Ну, как говорится, беда не приходит одна. Буквально через несколько дней заболела моя мама. И ее заболевание проходило гораздо сложнее, чем мое. И когда видишь, как это происходит, и насколько стремительно распространяется инфекция, конечно, страшно. Я дома, лежа на кровати, встретил Новый год, а 1 января пошел в ковид-отделение. Очень удивились тому, что, почему я не пришел раньше. И через какое-то время меня сразу же определили в палату интенсивной терапии, где я провел все рождественские каникулы. Атмосфера очень гнетущая. Я за всю свою жизнь, конечно, не видел столько уходов из жизни. И это очень тяжело, когда в 10 часов вечера ты разговариваешь с человеком, а в 6 утра просыпаешься, и он уже мертв. На протяжении тех дней, которые я лежал в этой палате, таких случаев было 7. В борьбе с распространением опасного заболевания самым эффективным оружием является вакцинация. И именно прививка в силе уберечь вас от заболевания. Вакцинация от COVID-19 продолжается в Сарапуле. На сегодняшний день в городе привито уже 14 918 человек. Это люди, прошедшие уже оба этапа вакцинации. Как сознательный гражданин своей страны решил привиться. Это первый прививок, вторая? Вторая. Да, у меня супруга привилась, вот я тоже. Поставить прививку можно в поликлинике номер 3 по адресу Гоголя, 32, а также в поликлинике Южная по адресу Молодежная, 7. Также для вас работает выездная вакцинация в гипермаркете «Магнит» по улице Азина, 55. Каждую субботу и воскресенье с 10 до 16 часов. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуги, либо по телефону, позвонив в кабинет медицинской профилактики по номеру 41429. На сегодняшний день в наличии имеются два вида вакцины. Это спутник ВИИ, вводится она двумя компонентами. Первый и через 21 день второй компонент. После второго компонента вам выдается сертификат о прививках, который доступен на госуслугах в вашем личном кабинете. И второй вид вакцины – это эпивак корона. Она вводится также двухкратно на 14 или 21 день. Для вакцинации при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Перед прививкой каждый проходит медицинское обследование терапевта с измерением давления и оценкой общего состояния здоровья. Преобразования в Сараполе продолжаются. Полным ходом идет реализация проекта по благоустройству и реконструкции детского парка. В результате обновления здесь появятся летний театр и летняя веранда, спортивная площадка и беседки. О ходе строительных работ расскажет наш корреспондент. Сегодня детский парк похож на поле самого созидательного сражения за комфорт и уют. На плане видно благоустройство идет по всем фронтам. Уже сегодня можно пройтись по обновленной и расширенной пешеходной дорожке. Установлена спортивная воркаут-площадка. Преобразовывается зона детская. Практически на 70% сделана прокладка всех инженерных коммуникаций. Это сети водоснабжения, электроснабжения, видеонабжения, сети связи. Практически на 50% выложена бурчатка. Проект реконструкции парка комплексный. Помимо прогулочных дорожек и зон отдыха, здесь появятся и вполне масштабные архитектурные сооружения. Ледний театр – один из них. Появится летний театр, появится летняя веранда, появится много интересных мафов, пергол. Детский городок – кораблик. Так, любимый многими жителями города будет обновлен. Здесь появится новое покрытие. Преображается и общественный санузел. Если раньше парк имел два входа, то теперь их здесь будет четыре. Четыре будет входных группы и будет два технических въезда. Забор применяется здесь, так скажем, два типа. На входных группах мы постарались составить стилистику нашего города. Это кирпич, то есть это будет обрамление кирпичом, кирпичной стойки. Но основной будет из кованого, кованый металл, кованая решетка. Благоустройство парка завершится этой осенью в октябре. Его обновление не состоялось бы без победы проекта «Музейный квартал», по которому ведется ремонт в четвертом всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Российской Федерации. Строители заверяют, что идут в графике. Мы здесь проводим совещания и встречи ежедневно, анализируем. В этом году преобразится и детский парк, и часть территории, прилегающая к музею. Так называемый парк науки. И в следующем году у нас задача уличную дорожную сеть в этой части тоже привести соответствующий вид. Поэтому изменения налицо. В целом слышу позитивные отзывы от горожан, за исключением того, что, конечно, все ждут, когда уже откроется этот объект для посещения. Будем надеяться, что до октября мы обязательно со всем справимся и предстанет перед горожанами совершенно обновленное общественное пространство с новыми функциональными зонами. Провести лето с пользой и удовольствием в лагере «Орленок» открылась четвертая смена. Чем занимаются дети на отдыхе во время последнего месяца летних каникул? Об этом расскажем в нашем сюжете. На дворе последний месяц летних каникул. А в загородном лагере «Орленок» идет четвертая смена. Это последний заезд детей в этом году. В среднем за смену в «Орленке» отдыхает порядка 130 человек. Весь сезон отдыха 2021 в лагере посвящен теме «Космос». И наша четвертая смена называется «Открытый космос». Дети наши путешествуют от планеты к планете. Сегодня, например, мы прибыли на планету Сатурн. Вчера у нас была планета Уран. Начинали мы с Земли. И каждый день мы знакомимся с интересными фактами о каждой планете. И посвящаем путевки дня, мероприятия тоже посвящаем космосу. Сегодня у юных космонавтов «Спартакеада». Ребята с азартом болеют за свои команды, которые играют в снайпер, выбивая противников мечом. Самые главные отзывы о лагере мы услышали, конечно, от детей, которые рассказывали нам о том, чем они здесь занимаются. Их неподдельно горящие глаза и улыбки говорят о многом. «То, что были концерты, дискотеки и игры». «Бывают мероприятия классные, игры. Мы всегда с вожатами куда-нибудь ходим». А здесь ребята играют в пионербол. Игра с мечом, схожая по правилам с волейболом. Спорт – это жизнь, девиз, под которым живет лагерь. И в лагере есть все условия, дабы отдых детей был насыщенным. А физическая подготовка улучшалась. Так здесь появилась спортплощадка со всеми необходимыми тренажерами. И, конечно, какой же лагерь без концертов, репетиций и тематических вечеринок. Даже таких эпатажных, как это «Евровидение по-сарапульски» с огненными выступлениями. Они здесь заводят новых друзей, смеются, играют, шалят и проявляют таланты. И, пожалуй, как и многие взрослые, когда подрастут, будут вспоминать эти смены в «Орленке» как самое лучшее время за все каникулы. В минувшую субботу «Сарапул» отметил День физкультурника. Весь день на стадионах города проходили соревнования в разных видах спорта. Так, на стадионе «Энергия» прошел турнир по футболу среди детских команд. Здесь же состоялось первенство «Оранжевый мяч» по уличному баскетболу. День физкультурника в Сарапуле отметили спортивными состязаниями. На стадионе «Энергия» развернулись серьезные футбольные баталии среди детских команд. Здесь играют юные футболисты четырех регионов. Это Пермский край, Башкирия, Кирская область и Удмуртия. В общей сложности порядка 40 команд. По эмоциональному нокау детский турнир не менее драматичен и насыщен, чем соревнования взрослых. Спортсменов громко и задорно поддерживают болельщики. Тренеры дают наставления. Сегодня у нас здесь играют четыре возраста. Это команды 14-го года рождения, 13-го года рождения. И во второй половине игрового дня приедут еще команды 12-го года рождения и 10-го года рождения. Самое главное, поиграют с теми командами, с которыми они в своих первенствах, ну, первенствах Удмуртии, Башкирии, Пермского края не играют. То есть этот проект как раз настроен на то, чтобы максимально объединить регионы в плане развития детского футбола. А еще этот праздник спорта посетил не последний человек в мире детского футбола. Тренер, селекционер, скаут футбольного клуба Чертанова Анатолий Тарасенко. Больше известен как блогер Толя о футболе. Приехал в Сарапул в поиске талантов. Много разных интересных локаций, в том числе вот и Сарапул, и еще талантливых просто детей, которым даю возможность потом участвовать в топовых турнирах и попасть в Академию Чертанова. Мальчишки, которые сегодня понравятся, я думаю, такие здесь есть, они поедут для начала на один турнир, который будет проходить в Москве в каникулы в осенне, и будем их смотреть на уровне активных ребят, ну, других команд. Нешуточная борьба развернулась и на баскетбольных площадках энергии. Стритбол был зрелищным. Более 30 команд заявилось на турнир «Оранжевый мяч». Сегодня играют и мальчишки, и девчонки. Девчонки в своих возрастных группах, мальчишки в своих возрастных. У девочек порядка 6-7 команд, у мальчишек побольше. Тут на площадке играют девушки, ловко управляя мячом. Участницы команды 3 на 3 ведут. Друг за другом в сетку летят мячи. Как итог, команда выигрывает со счетом 11-2. Все девочки знакомые, потому что мы вместе тренируемся, и это больше не соревнования, а дружеские игры. А это еще одни участники турнира – юные спортсмены. В баскетбол играют не так давно, но уже имеют награды. День физкультурника для города и его жителей – это повод окунуться в атмосферу азарта и зарядиться энергией. На этом у нас все новости. Эфир программы «Сарапол новости» вы можете смотреть в четверг на канале «Удмуртия» 18.15. Повтор программы в пятницу в 8.25. Смотрите нас на 21-й кнопке у всех кабельных операторов на спутнике в Триколоре и телекарте. А также в удобное время на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин